Что-то у нас греметь страшное. Сейчас наверное такой дождяра будет, хотя сказали, что сегодня не будет сильной дождь. Вот как звездочки видно, мигают. Опачки, а вот и наша гроза. Сейчас считаем до семи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Точно. Не знаю откуда я узнала это, но говорят, что нужно считать до семи или до восьми. И будет до утра. Представляете, да? Вот такая у нас мольня. Сейчас начнется дождь. Вот и заканчивается, как говорится, наши теплые времена. Мигая страшны. Люди бегут. А вот вам и дождик. Бегом, кто куда. И это уже будет надолго. Всем привет, ребятки. Доброе утро. Если можно сказать, что оно сегодня у нас доброе. Ребята, у меня уже с самого утра сегодня нервы, нервы. Этой ночью было очень много проблем. У нас началась конкретная Дана. Опять начинается, мне кажется. Гляньте, а, что творится. Что творится. Я уже не могу даже место найти, где снимать. Сейчас забилось вот сюда в угол, потому что ветер задувает ужасно. Ну что, была у нас, как говорится, осень. А сейчас я не знаю, что началось. Вчера ночью, ребята, было, говорится, нечто. Мы стояли, любовались, как говорится, грозой. Но думаю, пойдет у нас наверняка дождик. Хотя были предупреждения о сильных ветрах и сильных дождях. Но такого мы не ожидали. У нас в Альмерии, почти можно сказать, никогда нет снега. И тем более вот таких вот осадков, потому что это не осадки, а кошмар какой-то. Ребята, сегодня утром, конечно, пострадало очень много людей по всей Испании. Не только у нас. Но мы спаслись, я вам честно говорю. Нам очень повезло именно в самом городе Альмерия. А вот провинция, провинция пострадала конкретно. И самое страшное, что пострадали даже дома, люди, машины. Потому что осадки были ужасные. Сегодня люди проснулись в кошмарах, потому что побило все машины, побило дома. Ну да, это катастрофа, ребята. Это катастрофа. Потому что вчера в интернете начали выставлять именно с провинции кадры, конечно, ужасные. Побитые машины и дома, стекла. И, конечно, люди у нас в Альмерии только смотрели на небо и молились, чтобы только до нас не дошло. Конечно, людям я могу только посочувствовать. Но дело в том, что у меня сегодня тоже с самого утра уже начались проблемы. Именно сегодня я должна была везти машину на Ситроин, помните, да? И мне с самого утра меня разбудил звоночек девочки. То, что перевозчик моей машины, ну грула по-нашему, не может забрать мою машину и перевезти в Тайер Ситроина. Потому что по всей Альмерии у нас полностью нет ни одной грула. Автоперевозчика, вы поняли, да? Буду, как всегда, продолжать говорить испанские слова, чтобы вы тоже понимали. Ребят, у меня уже с утра сегодня так телепает. Представьте, да? Она позвонила, говорит, дело в том, что я должна, самого главного, вывести первых людей, которые пострадали из затопов, затоплений, разбитых машин, паника, люди, которые пострадали, и первым спасти их машины. Правильно. Все правильно. Честно говоря, может, это эгоистически выглядит, ребята, но я уже три недели без машины. Представьте, да? Если машина, она уже побитая, ничего не спасешь ее, правильно? Я не знаю, но мне сегодня прямо выть хочется просто. Мне позвонили, уже предупредили, что мою машину они не заберут. Потому что первая, как говорится, преференция. Ну, кого должны первых спасать, конечно же, людей, которые пострадали. Так что, ребята, как-то так. Позвонила только что на Ситроин, и мне сказали, что давайте берите следующую Ситу на следующую неделю. Позвонила в страховку, объяснилась мою ситуацию. Говорю, вы понимаете, что я не могу ездить на работу, не могу передвигаться, да вообще. Понимаете, три недели без машины, это же какой-то ужас. На что страховка моя мне ответила. Мы ничего не можем сделать. Единственное, что если вы найдете автоперевозчик и перевезете его сами, то мы потом вам эту фактуру, получается, мы вам заплатим, вернем. А где я ее возьму, ребята? Где? На горбу перевезу? Если вся Альмерия полностью нигде, ни одного автоперевозчика нету. Короче, позвонила, позвонила, попросила еще следующую Ситу на вторник, прикиньте, а? На вторник, и они мне записали, и будем ждать. Сейчас, конечно, еще очень рано, я сегодня на работу вышла пораньше, но я сегодня в шоке была, сколько людей пострадало по всей Испании. Ребята, если вы живете в Испании, напишите, пожалуйста, в вашем городе, именно, может быть, даже и вы пострадали. Напишите, будет очень интересно, и, конечно же, мои соболезнования вам. А вот представьте, да, ребята, сколько есть страховок именно, вот как у меня, у меня самая обыкновенная страховка на машину, как у многих испанцев, и вообще у нас, у всех, у кого машины со вторых рук, где именно вот такие вот ситуации, да, когда побьет машину, допустим, или покорюбит, как говорится, льдом, да, вот эти вот лед, который падал, то оно, получается, не покрывает эта страховка. И представьте, да, и человек, можно сказать, потерял машину, или у кого-то, может быть, нет страховки на дом тоже, побило дома, крыши, ну, ужас, ужас, ребята, как начинается наша осень, а. Представьте, да, и я позвонила сегодня этой женщине, которая на автоперевозчике мне позвонила, мы сегодня уже с ней, она кричала, вы понимаете, она кричала криком, говорит, вы понимаете, я должна первым спасать людей, кто пострадал, с самого утра уже. Я могу представить, что там творится. Я уже потом позвонила ей, поизвинялась, конечно, и сказала, говорит, ты хоть предупреди меня, если сможешь, а вдруг, ну, мало ли чего, буду на протяжении ждать мне еще два с половиной часа, ну, представьте, она меня заранее предупредила. Так что я не знаю, как закончится сегодняшний день. Да, у меня ситуация получше, чем у них, но торба полная. Ну что, пойдем к морюшку, посмотрим, что там творится. Здесь вроде бы так затышно, а сейчас за угол выйдем, и будет трешняк, а. Ну, что, ребятки, у нас в Испании здесь в основном девочки, мальчики, машины все спят на улицах. Гараж – это очень шикарное удовольствие, потому что это тоже растраты, и нужно платить в месяц, потому пострадало столько людей. И это здесь у нас абсолютно безопасно. Чуть не сдуло, а. Безопасно в плане того, чтобы машина спала на улице. Ну, как сказать, в наших небольших городах нет таких, вот, можно сказать, гараж. Бывает, но не настолько. В больших городах, конечно, пострашнее. Но и опять же, на все машины гаражей не накупишься, понимаете? А вот от природных явлений, конечно, мы не застрахованы. Тем более, вы видите, как все меняется сейчас, погода, и все абсолютно. Будем надеяться, единственное, что это просто временно. Потому что циклон, конечно, и, господи, быстрее бы, чтобы он закончился, и чтобы меньше людей пострадало, а. И гляньте, в Штатах недавно то же самое было, а теперь у нас ужас, что творится. Кстати, говорят, что сегодня тоже будут продолжаться эти ветра и все остальное, и, может быть, даже и до нас дойдет, но сегодня, господи, будем только молиться, а. Ребята, я иду, что-то стоят, все смотрят. Что там случилось, интересно? Опачки, гляньте, вертолет зависает. Все стоят, смотрят. Не знаю, ребята, видно вам или нет. Смотрите, кого-то, наверное, спасают. Вертолет прямо висит над этим самым, над морем, а. Пипец, а. Вчера такое творилось. Все, что хочешь, могло произойти. Ребята, я уже минут 15 стою здесь. Гляньте, вертолет продолжает висеть. Видно, да? Сейчас я попробую увеличить еще раз. Он до сих пор висит на том же самом месте. А представьте, если это какое-то рыбацкое судно. До сих пор спасают. Кошмар, а. Боже, бедные люди. Ребята, гляньте, он как раз ездил на землю и опять летит на то же самое место. Интересно, видно, да? Сейчас увеличу. Нет, не останавливается. Поехал на землю, вернулся и сейчас куда-то в другую сторону едет. В море опять. Блин, прикиньте, да? Господи, боже, бедные морячки, а. Гляньте вдали. Какой-то, видно, корабль еще дрейфует. Может, они помогают именно кораблям, которые стоят здесь в этом самом. Кому шо? А кто так упается? Моржи, а? Ну, моржи. Спрашивали, как мое самочувствие. Спасибо вам большое. Передаю всем большой привет на сцене, телеграме. Спасибо вам огромное, девочки и мальчики. Мне уже немножко получше. Сегодня напилась таблеток, как всегда. Ну, конечно, посидела на диетке. Вчера мумбанг не смогла поднять, потому что было так плохо. Ну, вы думаете, это нормально? Гляньте, а? Вон люди загорают. Прошло буквально, гляньте, 4 часа. Солнышко. Все чудесный день. Но мы особо, как говорится, бочки не расслабляем, потому что вот именно вечером до четверга у нас обещают все-таки изменение погоды. И опять может все повториться. Что вот эти вот тучечки, которые сзади, видели, да? Они так особо, мне кажется, даже вот там вот вдалеке даже дождь идет. Они не предвещают нам хорошего вечера. Вышла с работки сейчас. Зашла купить себе, наконец-то, свет для работы. Потому что, блин, пипец. У меня там свет держался уже неизвестно на чем. Конечно, не время, вы скажете. Да, не время, потому что не знаем, что там с машиной будет. И вот хотела прокомментировать вам один комментарий там одной женщины, как-то задрала с одной и той же дорогой на автобусе показывать, вот этот город показывать, который всем уже известен и проелся одни и те же дороги. Рассказывать и ныть о своей машине, о своих проблемах. И я, честно говоря, охренела. Ну, в принципе, девочки, я всегда вот читаю ваши комментарии. Вот такие вот странные я комментирую. Почему бы и нет? Наверняка вы мне скажете, зачем ты не обращаешь на них внимания, девочки? Вы знаете, потому что я думаю, что на моем канале должны быть люди, которые близкие мне, правда? У которых такие же самые повседневки, у которых такие же самые головняки, у которых такие же самые проблемки, правда? Чего их скрывать? Если они у всех есть в каждом доме, правда? Ну и, конечно же, этой милой женщине хотела вот именно посоветовать и спросить особенно. А ваша жизнь веселая? Вот просто-напросто. Наверняка, ну, сто пудово уверена, что уже наверняка эта женщина, может, даже еще и работает, а может, уже и на пенсии. Девочки, ничего не хочу сказать, не хочу никого объединить. Но в основном вот такие вот, я думаю, рабочий человек, у него не будет времени писать хрень, правильно? Потому что жизнь у него такая же самая, как и у меня. Работа, дом, дети, семья, внуки, может быть, уже, правда? Пришла домой, приготовила пожрать. Девочки, у вас точно так же? Напишите мне, пожалуйста. И только вечером падаешь без задних ног, ну, и о чем-то там мечтаешь, правда? Ну, может, какие-то поездки есть. Блин, только шашлы, нормально, меня припорошило, бля, на голову. Нет, поездки, девочки, это один раз в год. И, думаю, тоже не у всех, правда? Не всегда это получается, тем более в последнее время. Это у нас только в мечтах остается. Или такие коротенькие, которые делаю я, допустим, да, не очень дорогие, которые я могу себе позволить. Так, бля, что вам надо, нахрен? Я не понимаю, если хотите путешествий, идите на канал путешествий. Ну, девочки, я понимаю, что это может быть хейт. Я понимаю, но дело в том, что нет, чтобы что-то предложить. Кстати, перед тем, как писать, лучше предложите что-то. А потом уже критикуйте кого-то, правда? Кстати, девчонки, вот хотела поговорить по поводу моей работы. Я надеюсь, я ни на кого не задолбала. Там мы. Вы знаете, вот сейчас уже сколько я, наверное, с месяцок работаю с хозяйкой. Вы знаете, я начинаю потихоньку привыкать. Ну, этот дом возле моря, который я работала 6 лет почти, ну, без хозяйки. Я ее два раза видела, прикиньте. Ну, и сейчас она на больничном получается. И вы знаете, мы отлично с ней срабатываемся. Она такой приятный человек. Ну, в принципе, она мне всегда казалась, даже за эти два раза, что я ее видела, обалденный. Я прихожу, они заскакивают все на балкон, на террасе сидят, там пока отдыхают. А я у меня все в моем распоряжении. Чудесно. Единственное, что не очень, она вот любит поболтать. Вообще, вообще, вообще все они любят поболтать. Это иногда у меня крадет некоторые минутки. Но все равно, знаете, когда разговариваю с приятным человеком, все класс. Потом наверстываешь, наверстываешь. Если не успела, так она говорит, ничего страшного, Танюш. Все, давай, мы сейчас будем кушать, садиться. Так что беги. Так что, девочки, пока я довольна. Да, на один день меньше я с ней. Тем не менее, вы знаете, я вам могу сказать такую вещь. Лучше уже с людьми, которые ты знаешь давным-давно. И меньше. Ну, ничего, как-то будем выкручиваться. Кокотучка грибе, а? Хоть бы до дома успеть дойти, а? У нас еще один очень интересный вопрос. Но перед тем, как мы поговорим о нем, хотела поблагодарить Оленочку Булута. Спасибо, мое солнышко, тебе до твой донат. Это уже не первый раз. Спасибо тебе огромное. Ну, и, конечно, кто хочет поддержать вашего блогера, как всегда, в шапке канале есть кнопочка Paypal. И буду очень вам благодарна за вашу поддержку. Ну, так дальше. Хотела ответить галочки. Галочка под одним моим тоже видео, которое хорошо завирусилось, вот этим вот. Написала один свой комментарий, потому что мы коллеги, но она, в принципе, уже на пенсии. Но написала интересный комментарий, который я хотела бы ответить. Ну, почитайте, почитайте. Ну, и, конечно, утверждает, что люди, которые, допустим, работают по вечерам, ну, по уборкам, девочки и мальчики, может быть, невозможно это вести две квартиры. То есть, пять часов утром, и вечером это уже полная халтурень. Ну, что, мол, пять часов проработал, допустим, давайте представим, утром, да, вот пошел покушал, и уже вечером никакущая приползаешь домой. Нет, девочки, вы ошибаетесь. Я уже так работаю шесть лет. И представьте, даже выезжаю за город, потому мне нужна машина. Возможно, никакая-то не халтура, все получается чудесно и отлично, если есть голова на плечах. Ну, и, конечно же, энергия, как у меня. Да, я с вами согласна. Если вы человек медлительный, то, конечно, вам тяжело будет. Ну, я, допустим, я прекрасно справляюсь, прекрасно организовываюсь. И, девочки, кстати, напишите, у кого так. И, кстати, намного вечером лучше, потому что, когда хозяин еще не пришел с работы, ты на своей волне, какой нахрен разница. Да, конечно, единственное, что животик, ну, только покушала. Я единственное, что делала, девочки, мой трюк, я не переедал. Именно когда я знаю, что мне вечером нужно идти на работу. Так чем-нибудь легенькое перекусила, а потом уже на ночь я к намотаюсь. Ну, работать, девочки, можно. Потому что вечерочкам всегда у нас получается меньше часов. Ну, давайте представим, 2-3 часа можно свободно отработать. Мы не говорим с вами о 5 часов. Конечно, зарплата у нас, можно сказать, нормальненькая. Но по сравнению с другими людьми довольно-таки хорошая. Я имею в виду с такими, знаете, кто заканчивал высшие образования. Допустим, знакомая одна, она, конечно, здесь функционария. И она говорит, ядрик налево, я столько училась, я столько мучилась. Сколько, говорится, позиционности проскакала, ну, типа, чтобы добиться этой профессии. И сейчас, конечно, да, удобно работает, но она работает. Бесплатно ничего не дает. И у нее, получается, зарплата, ну, чуть-чуточку выше, чем у меня. А ездить она должна аж хрен знает куда. Так что то на то и выходят, девчонки. Так что все возможно. Многие вот именно нашей работе на уборках не дают возможности в этом плане. Да, девочки, единственное, что самое главное, было, чтобы у вас, допустим, время, чтобы именно найти эту работу. Не всегда это получается вот сразу пум, и тебе наполнили всю неделю, вот эти шесть дней. Или пять хотя бы дней. Да, нужно терпение, нужно какая-то поддержка штанов, покаместь, понимаете. Я, допустим, работала и утром, и вечером. Вечером по ночам работала на кухне, и днем работа, даже бывает на трех работах. Все у меня было. Ну, а что поделаешь, девочки, так оно и должно быть. И, конечно же, чтобы попались вам хорошие люди. Это тоже очень важно. Я тоже перебрала очень много квартир. Но по концовке, видите, у меня так получилось, что с одного круга, можно сказать, все мои квартиры. Так что, девочки, я вам желаю удачи. И, конечно же, задавайте вопросы, пишите. Буду, как всегда, вам очень рада. Ну, а я поскакала. Вот тут вроде бы солнышко, а там уже, кажется, сейчас такой дождяра будет. Ну, и молимся, чтобы не было опять у нас границу. Ну, вот эти вот ледики, чтобы на голову нам не попадали. И, не дай бог, еще упадет снег. Вот це буде у нас уже анонс.